Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Я хожу к психологу и мне кажется, что она заменяет мне исповедь. Почему так? Когда кажется, надо креститься. Такая хорошая поговорка на Руси была. Психолог может тебя послушать. Может дать несколько дельных советов, потому что всё-таки образование никуда не денешь, и со стороны иногда проблему видно немножко лучше, чем изнутри. Можно решить какую-то проблему с помощью психолога. Психолог может назначить какой-нибудь тренинг, может порекомендовать обратиться к какому-то другому врачу, который может медикаментозно как-то решить твою проблему. Но при всех плюсах психолога, у психолога нету возможности прощать и разрешать грехи. Задача исповеди заключается не в том, чтобы прийти к батюшке и обсудить с ним все вопросы. Хотя и в принципе с духовником можно обсуждать вопросы, как с психологом. Но задача исповеди заключается в том, чтобы человек пришёл и попросил у Бога прощения. И когда человек попросил у Бога прощения, человек преклоняет голову к Евангелию, священник накладывает на голову и Петрахиль и читает разрешительную молитву, что даёт основание человеку полагать, что грех, совершённый им, прощён и разрешён, и больше никогда за этот грех Бог не будет накладывать на него никакой санкции. Вот этого, к сожалению, большого у психолога нету. Поэтому вы можете ходить к психологу, можете долго ходить к психологу, можете всю жизнь ходить к психологу, да, пока у вас деньги не кончатся, но вы не получите того, что получаете вы на исповеди. И наоборот, конечно, может быть так быть, вы можете ходить на исповедь, но вы не получите того, что получите у психолога. Поэтому надо подумать, какие у вас цели и задачи. Если вы хотите, чтобы Бог простил вам и разрешил какие-то грехи, нужно приступать к исповеди как к таинству, на котором прощаются и разрешаются грехи. Если хотите вы прийти к священнику как к психологу, надо выбрать какое-то другое время и с ним об этом пообщаться. Лучше, конечно, общаться с духовником. Духовник может назначить какое-то время или сам найти это время и вас спросить о чём-то. Но если этой возможности нет, вы можете сходить к психологу. Греха в этом нет никакого, за исключением того, что вы не получите того, что вы получаете на исповеди. Вот только и всего. Помоги Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok